Приветствую зрители Политека, я Екатерина Шумила. Сегодня у меня в гостях Юрий Атаманюк, экономический эксперт. Юрий, сразу вам такой вопрос, неожиданная новость. Нафтогаз снял офис в центре Киева почти за 1 миллиард гривен у компании Андрея Адамовского. Что скажете, насколько это рыночная цена и время ли для такого щедрого, щедрых растрат государственных денег? Ну, во-первых, так миллиард это сложно осязать нашим слушателям. Согласно контракта, цена за квадратный метр в годовом исчислении 3000 долларов или 250 долларов за метр. Ну, я думаю, аналогии не надо проводить. На сегодняшний день нефтегаз легко мог бы найти люксовую недвижимость по стоимости 25 долларов за метр. То есть в 10 раз меньше. Поэтому, как я бы на эту ситуацию отреагировал? Ну, в зависимости с какой позиции. Если с позиции правоохранительных органов, то, конечно, нужно регистрировать производство уголовное по факту нецелевого использования денежных средств, по факту возможного хищения. И в ходе этого нужно выходить, брать эти договора, смотреть, кто их заключал, каким образом проводился или не проводился тендер. Когда нефтегаз говорит об убытках, задекларировал убытки. Когда есть акт проверки нефтегаза про неуплату налогов на сумму 70 миллиардов гривен. Слышали мы это, обсуждали про прошлогодний акт аудиторской службы страны. То на фоне этого, когда вот так завышается стоимость расходов нерыночно, то можно говорить, что это искусственное доведение до банкротства. Это можно говорить, что это искусственное доведение до того состояния, чтобы иметь потом финансовые претензии, искусственные долги, чтобы эту компанию прибирать к своим рукам. Не, скажем так, незаконный захват этого предприятия. Ну и, конечно, мы понимаем, что в данном случае это будет фактически получаться колоссальный откат. Поэтому, конечно, это предмет уголовного производства. Если идти через призму, как должен был бы поступить министр энергетики, который в правительстве отвечает за работу нефтегаза, то, конечно, он должен был заблокировать этот контракт, просто отменить этот контракт и все. Так как правительство это акционер на 100% этого предприятия, и нужно собирать по этому поводу Кабмин и выносить постанову, и постановой это отменять. Потому что это, знаете, грабеж есть пир во время чумы, а это грабеж во время чумы. Тут говорят о том, что нет угля на то, что, возможно, будет отключение электроэнергии. Тут говорят о том, что людям не за что выживать, платить коммунальные платежи. А тут по стоимости Манхэттена, по стоимости лондонского сити арендуется госпредприятие, берет в аренду метры. То, что нереальная цена. Вы откроете любой сайт сегодня недвижимости, аренда, и предложение больше 25-30 долларов вы просто даже не сможете найти. Потому что мы знаем, в каком состоянии сегодня недвижимость офисная в Киеве. Нет, но есть хорошая недвижимость. Есть Гулливер, Парус, Сенатор. Нет, я имею в виду, что после коронакризиса очень много предложений. Да, состояние бизнеса после коронавируса. То, что они просели, да. Так они до коронавируса максимальная цена была 50 долларов. До коронавируса, до пандемии. Сдавалось максимум 50 долларов. Но сейчас это все просело. А они нашли, видите, по 250. Ирина, у меня больше здесь вопросов к наблюдательному совету Нафтогаза. Потому что все мы знаем суммы, которые получают члены наблюдательных советов. Как это они упустили, если действительно сняли по такой цене этот офис? А у нас наблюдательные советы не ставят себе задачу благосостояния страны, людей или развитие того предприятия, где находится в наблюдательном совете. Что-то вы слышали от Лещенко, какие-то вопросы по поводу улучшения работы железной дороги. Там в наблюдательном совете железная дорога в убытках. Или что-то слышали от Наема по поводу конкурентности Укроборонпрома. Нет. Это люди пиарятся, ведут политику свободного рынка, так называемого, в ходе которого происходит деиндустриализация Украины. Вот и все. Поэтому у них нет такой задачи у наблюдательного совета. Тут надо решать вопрос комплексно. Куда мы движемся? Либо мы стратегически выстраиваем, что у нас есть будущее, что для этого нам нужна индустриализация, потому что ни одна страна не развивалась без развития производства. Потому что развитие производства дает добавленную стоимость, глубокую переработку того сырья, которое есть в Украине или вне. А производство подтягивает за собой науку. Наука подтягивает образование. Образование подтягивает культуру. Это замкнутый. Если мы запускаем маховик, то, что сейчас происходит, в обратную сторону, то есть деиндустриализация, отсутствие науки как таковой, под нее мы понимаем, в каком состоянии сегодня плачевном заходится образование, зарплата и работа учителя демотивирована до нуля. А культура это вообще по остаточному принципу финансирования и выживания этой культуры на уровне альтруистов. То в таком случае мы понимаем, что мы идем в центральную аля центрально-африканская страна, которая будет обслуживать транснациональные корпорации по сбору урожая и сырье вывозить за рубеж. А технологичное, наиболее активное население будет работать на заводах Польши, Германии, Испании, Португалии, Соединенных Штатов. То есть тут путь. Но этот путь мы не можем выбрать мы с вами. За этот путь мы голосовали в 2019 году, когда нам так обещалось, что мы инвестиции, мы вернем трудовых мигрантов, мы сделаем деолигархизацию, демонополизацию. И я всегда был против, когда говорят, что там виновата Америка, виновата Европа, ерунда. Мы сами выбираем свой путь, только мы выбираем свой путь, понимаете. Если человек спивается, то это он виноват, а не тот, кто ему наливает в магазине. Вот давайте закроем магазин, чтобы не продавал водку, тогда у нас не будет алкоголика. Алкоголик пойдет тогда на дом, купит самогонку или выпьет какую-то барматуху. Он свое все равно найдет. Так и государство, которое не может распоряжаться собой и развиваться. Я привожу очень характерный пример Руанда. Руанда полностью была под влиянием Международного валютного фонда, когда пытаются демонизировать МВФ. Вот МВФ плохой, он такие поставил условия. Вот Руанда была. И когда там у власти были идиоты, то довели страну до гражданской войны. И пятая часть населения погибла, полный был развал. Пришел Поль Кагамы с тем же МВФом, с теми же американцами. Но система развития государства, система реально построения ценностей цивилизованного мира в стране. На сегодняшний день много лет уже страна, самая динамичная африканско развивающаяся страна. Объем производства, объем ВВП растет от года к году 10%. Самый большой на душу населения из всех африканских стран потребитель инвестиций, в том числе американских. Вот вам пример, как под тем же внешним влиянием, что далеко идти. Польша под каким влиянием поднялась? А план Маршала кто-то забыл? Поэтому все в головах и в проблемах на Грушевского, на Банковой. Конечно, поэтому вот тут проблема. А дальше стоят акулы бизнеса, которые смотрят. Если ты за бесценок готов свою страну продать и свои экономические деньги, мы ее купим. Если ты нормальный, толковый хозяйственник и патриот своего государства, и ты предлагаешь нам инвестицию, чтобы мы вместе зарабатывали, мы тоже готовы. Ну вот и все. Но зависит от вас, ребята, как говорится. Ну если говорить с позиции Международного валютного фонда, инвесторов и так далее. Мир перенасыщен деньгами. Они ищут, куда вкладывать. На сегодняшний день, например, стремительно начала развиваться Танзания. Я когда-то поднимался на Килиманджаро. И мне такая интересная эта страна. Где-то очень похожа с нами. Потому что у нас было 52 миллиона населения. У них сейчас 52 миллиона населения. Страна тоже очень богата ресурсами. А народ живет очень небогато. И неправильное распределение ресурсов между богатыми и бедными. Но на сегодняшний день прогрессивный президент, страна в британском содружестве. Можно тоже было бы говорить о британском влиянии. Он четко сказал, что сырье будем перерабатывать в Танзании. Хотите, нравится, не нравится, вводим квоты. Ограничиваем. Хотите, пожалуйста. Но у нас, стройте завод, готовую продукцию, пожалуйста. Покряхтели. Порассказывали ему про свободный рынок. Порассказывали ему про всемирную организацию торговли. Еще там порассказывали. Местные там оппозиционные. К его такой политике депутаты и политические деятели. Лоббисты транснационального капитала, как у нас их называют, сарасята. Порассказывали ему, что там нельзя. Успокоились. И по тем правилам, которые он, как патриот Танзании, жесткой рукой начал воплощать в жизнь, Танзания стала развиваться. Все. Вот и все. Поэтому все от нас зависит. Все зависит от лидеров страны, которые руководят. От нас зависит, чтобы мы реагировали на их ошибки. Потому что критика и общественная активность должна восприниматься властью, как формирование тех красных линий и того ошибочного курса, которому они идут. А не восприниматься как угрозу власти. И поэтому нужно каналы закрывать, журналистов запугивать, преследовать тех, кто говорит то, что тебе не нравится. Вот таким вот образом. Юрий, благодарю вас за интересную беседу. Юрий Атаманюк был на Политека. Спасибо, что смотрели нас. И не забывайте подписаться на наш YouTube канал.